Доброго дня! Желаем всем тем, кто смотрит универсальный формат. С вами Юлия Черняева. И это наш прямой эфир, посвященный, мне кажется, одной из интереснейших тем этой осени, осени непростой, французской осени в Самаре. В середине сентября началось это невероятное действие, это невероятная череда всяких спектаклей, показов, каких-то встреч, мастер-классов и удивительных событий, которые как раз-таки завершаются уже в середине декабря. Если вы слышите об этом впервые, наша задача сегодня вас пригласить на оставшиеся мероприятия, которые ну никак нельзя упустить из виду. Телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня мы будем разыгрывать для вас пригласительные билеты в театр, пригласительные билеты на концерт. Ну и, конечно же, будем рады вашим вопросам, нашим гостям. Здорово, если вы даже можете задавать их на французском языке, потому что это французская осень. Давайте знакомиться, встречать наших сегодняшних гостей. Итак, с нами здесь директор Альянс Францез Самара Тибо Аюн. Здравствуйте. Бонжур. С нами также здесь координатор культурных проектов Альянс Францез Самара Юлия Гореева. Здравствуйте, Юлия. И генеральный менеджер отеля, партнера фестиваля отеля Ибис Николя Лера. Здравствуйте. Ну что, Тибо, первый вопрос мой. Как раз-таки, наверное, хочется рассказать нашим зрителям, что же такое фестиваль «Французская осень». «Французская осень» – это фестиваль, который мы организуем совместно с различными партнерами города для того, чтобы представить современную французскую культуру разными способами. Мы почувствовали, что в Самаре среди партнеров и среди публики есть большой интерес к французской культуре. И поэтому мы решили организовать различные встречи, которые проходят не только для того, чтобы артисты показали свое мастерство, но и для того, чтобы они могли пообщаться с самарской публикой. Например, в событиях, которые уже происходили, у нас был спектакль в театре, который всегда был следователь от вопросов и оборудований между артистами французской и публикой русской. В частности, например, проходил французский спектакль и после спектакля была организована встреча и дискуссия между французскими артистами и самарской публикой. Вот, для нас, это не в основном, не в представлении чего-то, но в общении, который создается, и в общении, я должен сказать, я тоже говорю, что это интересно для публики в Самаре, но очень интересно для французских, которые хотят лучше узнать Россию. И наша задача, это не только вот показать то, что умеют французские артисты, но и организовать вот этот обмен информацией, потому что интересно не только самарской публике узнать больше о французских артистах, но и самим французским артистам узнать больше о России и о тех, кто смотрит их представления. Ну, уже вот получается больше половины ближе к концу фестиваля. Удачно, неудачно, какие отзывы? Какие отзывы? Какие отзывы? И у вас есть возможность быть эклектическим, не в том же время, не в том, что все люди, но в том, что каждый, в программировании, может найти, в определенных моментах, что он интересует. Отзывы, конечно, положительные. Уже прошло множество разных встреч, встречи с писателями, спектакли, концерты классической музыки. И нужно сказать, что все эти мероприятия организованы совершенно для разных аудиторий. Именно поэтому эти отзывы положительные. Потому что каждый может в этой программе найти то, что им будет интересно по своему возрасту, по своим интересам. Программа очень эклектична по своему содержанию. Поэтому для всех будет что найти в этой программе интересного. Ну, Тибо сказал, что для любителей кулинарии и гастрономии, как говорится, тоже есть где развернуться. И Николя за это отвечает. Верно? И так, для амористов гастрономии, есть также события. И так Николя был responsable этих гастрономических событий. Да, в принципе, Тибо м'a approached, me demandant si on pouvait, в ходе этого фестиваля, developper quelque chose sur la nourriture française, sur les traditions franceses. И, avec grand plaisir, on a répondu présent. И Тибо обратился ко мне с предложением об участии в этом французском фестивале для того, чтобы представить французскую культуру через гастрономии и мероприятия, связанные с кулинарией Франции. Идея состояла в том, чтобы привлечь к французской осени само название французское предприятие, которым является как раз Ибис, для того, чтобы представить французскую культуру через гастрономию. Мы решили, что одним из способов продвижения французской гастрономии, французской кухни, будет представление традиции празднования Божоле-Нуво во Франции. Это была наша такая красная нить в том, чтобы представить французскую кухню. Божоле-Нуво и празднование пришествия Божоле-Нуво это очень древняя традиция и каждый год ей уделяется особое место в календаре. Это происходит на самом деле каждый год, это третий же день в мае ноябре. Каждый год это одна и та же дата, это третий четверг каждого ноября и это такой маркетинговый ход для продвижения Божоле. Молодого вина. Это приходит вокруг Лион, Лион, как и для гастрономии и для его особенностей, мы решили ассоциировать Божоле-Нуво с гастрономией французской. И поскольку вино Божоле происходит из региона, где находится город Лион, а Лион известен как гастрономическая столица Франции, и поэтому мы решили соединить празднование Божоле-Нуво с гастрономическим мастер-классом. Таким образом, мы собрали эти мастер-классы и мы пытались показать какие-то типики нашей гастрономии, понимая, что мы остались на продукт простых и, особенно, использовали продукты локальных. Мастер-классы. И представляя мастер-класс по приготовлению традиционных французских блюд, мы выбрали такие блюда, которые готовятся из простых ингредиентов, которые может приготовить каждый. Местные продукты. Таким образом, вы использовали продукты здесь, в Самарае. русские, и в самом деле, очень мало продуктов производятся для каких-то причин. Таким образом, это очень легко сделать. Все это, чтобы получить эту идею, эту реактивность, и чтобы показать на самом деле, как это делать. Да, действительно, продукты были местного производства, и идея состояла в том, чтобы показать, что это все очень просто готовится, и можно использовать эти рецепты также у себя дома. Когда и где еще можно вкусить вина, попробовать вкусняшек и как бы приобщиться к фестивалю именно с гастрономической точки зрения? Когда это возможно пить буржоли и французские еще в день которые vienen. Д'accord. Мы параллельно с этой демонстрацией у нас также есть меню в котором вы можете увидеть эти французские и эту гастрономию французскую и это будет до 4 декабря. Поэтому не забывайте нас, позвольте с огромным plaisir и у нас есть еще время, друзья. есть еще время для того, чтобы попробовать французскую кухню. До 4 декабря в течение этих дней проходят дни буржоли в отеле и можно звонить, бронировать столики для того, чтобы попробовать французские блюда и вкусить буржоли французские блюда с артистузские блюда с артистузские блюда и с артистузские блюда с артистузские блюда в следующей неделе. Он может найти его комиксы переведены на русский язык и вы можете найти его книги на русском языке. с артистузские блюда с артистузские блюда с артистузские блюда с артистузские блюда создал истории о его более молодых детстве. И есть вторая серия в БД который я очень любил Эмиль Браво это «Лес истории Петти Зурс». «Лесет Петти Зурс». И другие истории которые мне очень понравились и автором которых является также Эмиль Браво это «История семи медведей». А в самом деле он взял от этих «Лесет Петти Зурс» «рекуперить» на droite и на gauche много стереотипов на «Лес истории», для «мелангер» «травить» с большим юмором и «детурнуть» от их использования в начале. Что интересно в этом комиксе это то, что Эмиль Браво использовал стереотипы которые укоренились в головах людей относительно сказок и вот он взял этих персонажей их перемешал и представил их с очень большим юмором. И что интересно это то, что я прошел от этого быть ребенок но я получил много удовольствия в читании и я думаю что если люди интересуются это, они могут читать с их ребенком и родители как дети находят их в этом истории. И я вот уже взрослый человек но тем не менее я нахожу много удовольствия в читании этих комиксов и я рекомендую всем и взрослым и детям к ним обратиться для того чтобы их перечитать и получить хороший заряд У нас звонок давайте примем звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте меня зовут Ирина Очень приятно Ирина, знаете ли вы французский язык Ирина? К сожалению, нет А хотелось бы выучить когда-нибудь? Да А знаете, где у нас в Самаре находится Альянс Францесс? Нет, к сожалению Так Надо как-то этот вопрос Мы скажем Это здорово Что знаете о Франции? Какие может быть три для вас таких вот брендов французских? Французская кухня Так Еще что? Вино Вино Так А мода? Да, и мода Конечно Ну давайте сейчас попытаем с вами удачи Синий василек символом какой же страны является? Как вы думаете? Думаю это символ Эстонии А откуда знаете? Отслышала как-то очень давно кстати что Василек синий это символ страны Эстонии Национальный символ Эстонии с 1968 года действительно Василек синий Отправляйтесь на концерт получайте удовольствие Ну вот они такие приятные слова вино еда мода женщины французские в конце концов в общем-то кино и об этом мне кажется можно говорить вечно Друзья если есть какие-то вопросы к нашим гостям звоните 202 11 22 Будем рады услышать вас Будем рады чего-нибудь интересное Может быть какие-то есть замечания какие-то предложения может быть посетили какие-то мероприятия уже в рамках фестиваля французской осени поделитесь впечатлениями хочу спросить у Николя бывали ли вы на каких-то мероприятиях именно вот посвященных французской осени что посетили или куда собираетесь что вы приехали на фестиваль французской фестиваль французской но то что меня особо интересует это вот персонаж Спиру потому что как уже сказал Тибо этот персонаж Эмили Браво Спиру это то на чем мы выросли и то что является нашим культурным наследием И поэтому в связи с тем что я буду в Самаре никуда не уеду к счастью на этот период я с большим удовольствием смогу посетить мероприятия которые будут в будущем в рамках фестиваля Мне просто интересно Юля вот ты как специалист общая французы держатся друг за друга в Самаре они знают кто в Самаре есть ходят друг к другу в гости Ну конечно наверное может быть вопрос не столько ко мне сколько действительно к французам которые как раз и держатся друг друга но вот дружба уже директора отеля Ибис и нашего директора Альянс Францесс уже говорит о том что французы они объединяются они солидарны вместе и приглашают друг друга на мероприятие объединяются для того чтобы совместно их проводить потому что нужно сказать что наш фестиваль французская ось они проводятся при очень активном участии очень многих французских предприятий и это именно французские предприятия и нам очень радостно что французские предприятия поддерживают этот фестиваль который имеет свои миссии рассказать людям о французской культуре Ну тогда хочется наверное и вам дорогие друзья рассказать о том что совсем скоро у меня записано у нас 3 декабря как раз таки пройдет хореографический спектакль. Есть у нас фото. Давайте посмотрим, кто про него расскажет. Я думаю, Тибо расскажет. Мы видим фотографии. Это спектакль как раз-таки театра танцев Эльвира Первовой «Скрим». Это спектакль Эльвира Первова. Это 4 сентября. Это презентация. Это хочу вам сказать несколько слов. Это на самом деле не сам спектакль, это была первая презентация, которая состоялась 4 июля в репетиционном зале. Это фактически была только первая часть. И такая рабочая версия спектакля. А уже финальный вариант можно будет посмотреть 3 декабря на сцене уже более профессиональной. Там люди будут находиться уже в зрительном зале. Танцоры будут находиться на сцене. И это, конечно, будет очень интересное представление, потому что позволит самарской публике узнать о том, каково состояние современного танца во Франции. Потому что, как выяснилось, на самом деле, современный танец в Самаре и современный танец во Франции это такие явления достаточно разные. Да, это разные вещи. И можно даже сказать, что вот для танцоров, которые участвуют в этом спектакле, было большим сюрпризом открыть для себя вот то, каким является современный танец в настоящее время во Франции. Почему вы взяли именно этот спектакль и именно в рамках фестиваля Французской осени? Как он связан с Французской осени? Как он выбирает этот фестиваль французской осени? состоит в том, чтобы выбирать различные направления в искусстве и культуре. И вот нужно сказать, что Франция, это, так скажем, она очень сильна в современном танце, а Россия больше все-таки развита в плане классического танца. И на самом деле, это не только спектакль, то есть это больше чем спектакль, потому что, на самом деле, для подготовки этого проекта, сюда, в Самару, приезжали французские хореографы и ее ассистенты для работы в течение четырех недель. И в течение этих четырех недель происходил обмен между французскими хореографами и самарскими артистами, и был действительно обмен информацией и опытом. И это проект, который подходит на уровне России, потому что этот проект не не было только в Самару. Есть четыре французские хореографы, которые были в четыре города в различные страны. И на самом деле, этот проект вписывается в большой федеральный проект, в рамках которого четыре французских хореографы приехали в различные города России для постановки своих спектаклей. В Казан, в Екатеринбурге, в Москве и в Самару. В Казани, в Екатеринбурге, в Москве и в Самаре. И эти спектакли будут также представлены на двух больших фестивалях, которые проходят в России. Donc, один в Екатеринбурге, в начале и один в Москве, в феврале. Один из фестивалей пройдет в декабре в Екатеринбурге и второй в Москве уже в феврале. Идея состояла в том, чтобы подготовить спектакли, которые будут показываться на федеральном уровне, но и также сделать совместные постановки, настоящую совместную работу, должны были провести танцоры этих городов с французским хореографом для того, чтобы поставить спектакль. И в течение того времени, когда французские хореографы находятся в российских городах, они не только готовят какой-то совместный творческий проект, это также и человеческий обмен, человеческое общение, потому что они репетируют вместе, они вместе выходят куда-то вечером, вместе едят, очень много совместной деятельности. Друзья, 202, 11-22, телефон прямого эфира, говорим сегодня о фестивале «Французская осень», ждем ваших звонков. И, конечно, хочется для вас еще приготовить один билет на спектакль. Это театр-город, музей Алабина, называется спектакль «В сумерках». Если кто хочет, внимание на экран, у нас киновикторина. Что за фильм мы загадали? Если вы знаете, звоните, 202, 11-22. Старенький фильм, 30 лет ему в этом году исполнилось, но, тем не менее, если вы не смотрели, рекомендую к просмотру такая вот очень легкая, ироничная комедия. Если угадаете, получите пригласительные билеты в кино. Ну и также, не без помощи наших сегодняшних гостей, Альянс Францесс Самар, мы будем в ближайшее время в эфирах разыгрывать пригласительные билеты на этот самый спектакль, который состоится 3 декабря. Так что дерзайте, будет вам счастье посетить это мероприятие с кем-нибудь в приятной компании и приобщиться к фестивалю «Французская осень». Хочется спросить, что это еще не все. У нас еще выставка. У нас еще есть экспозиция, да? Да, есть еще есть экспозиция, и это еще что-то очень разное. Да, будет еще выставка, и опять-таки это что-то уже совсем другое. Это выставка пройдет в галерее «Новое пространство». Да, Юлия говорит это гораздо лучше чем я. Это выставка, к которой можно подойти с двух сторон, и именно поэтому выставка нам очень интересна. Это выставка, которая называется «История Франции» через рекламные афиши. Почему к этой выставке можно подойти с двух сторон? Потому что у этой выставки, конечно, есть определенная художественная ценность, конечно же. Потому что на протяжении многого времени, для того чтобы изготовить афишу призывались к этому делу художники. Но там, где она очень интересна, это как, как эта выставка относится к массе с директными афишами, то интересно увидеть, какие персонажи исторические и контексты исторические, которые были получены из-за публики, чтобы выставить их сообщения. И что другое очень интересно с этой выставкой, это то, каких исторических персонажей использовали для рекламы тех или иных продуктов, и какой исторический контекст несет в себе каждая из афиш. И это, это говорит много о том, как французы видят их историю. И здесь, через эту выставку, мы будем много говорить о том, как сами французы видят свою историю. Мы будем говорить о том, какие персонажи для нас важны, какие события для нас важны, и с чем они связываются в главе французов и с какими продуктами. Ну и конечно, нужно относиться к этой выставке так, что не вся история здесь представлена через эти афиши. Конечно, были убраны какие-то негативные моменты, и авторы сконцентрировались на чем-то позитивном, потому что, конечно, при помощи рекламы и при помощи этих рекламных постеров, производителям хотелось рассказать о каких-то позитивных моментах истории. Конечно, обычно реклама должна быть позитивной. Ой, я публично, это будет позитивно. И, как это была довольно complexа экспозиция, мы хотели бы ее accompagner. И поскольку эта выставка достаточно сложная и содержательная, мы решили, что мы проведем в рамках этой выставки еще множество мероприятий. Donc, le jour de l'ouverture, il yura une visite guidée des explications données. В день открытия выставки пройдет посещение этой выставки под руководством гида. 8 декабря. Да, это будет 8 декабря, в 19 часов. И в этот же день пройдет также музыкальный концерт. Музыканты исполнят французских композиторов. В рамках выставки пройдут также открытые лекции с участием преподавателей Самарского государственного университета и Самарской областной государственной академии Наяновой. И в конце этих лекций, мы будем говорить и об истории Франции, и об искусстве создания рекламного пастера. И и это будет также показы фильмов. И если, может быть, нас смотрят преподаватели французского языка или другие преподаватели, учителя, то мы будем также проводить экскурсии и, возможно, квесты даже по этой выставке для школьников и студентов. Кто знает или не знает, но очень хочет выучить французский язык. У нас есть звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Очень приятно. Нина, скажите, знаете ли вы французский язык? Нет, к сожалению. А мечтаете выучить? Да, наверное, уже нет. Нет? Ну, так, может быть, какие-то знаете слова на французском? Ой. Ну, какие знаете? Давайте, говорите. Жюлья. Мураво. Как раз Кникуля. Оливье. Оливье, Жюлья. Все вкусное. Как у страны и чистые. Да, ну вот видите, как здорово. Тем не менее, вы позвонили, чтобы выиграть у нас пригласительные билеты в театр. Давайте выяснять, что за фильм мы загадали. Это кадры фильма «Зимний вечер в кадрах». Смотрели? Да, очень. Очень нравится. Спасибо большое. Это правильный ответ. Но, видите, друзья мои, мы говорим сегодня про фестиваль «Французская осень», но, тем не менее, обратились к зрителям и горожанам на улицах города. Какое же у них любимое время года? Я предлагаю узнать, а потом вернуться в студию. Я не знаю, я северный год люблю. У меня нет такого определенного любимого. Лет, конечно же, потому что летом отдыхаешь, а ты учеба от всего. Весна. Красивое время, приятное. Все расцветает. Конечно же, лето. Потому что тепло, не надо носить ни теплые вещи, ничего. Поэтому лето. Наверное, весна. Ну, все расцветает. Настроение поднимается. Осень, наверное. Вот такая, как в этом году. Замечательная. Теплая, сухая. И после такого лета – это блаженство. Лето. Ну, летом я родился. Летом солнце, пляж, ролики и все такое. Осень. Тоскливая. Есть воспоминания. Ну, и вообще у меня день рождения осенью. Лето. Да, я люблю лето. Ну, летом как-то лучше. И тепло, и хорошо. И вообще я летом родилась. Так что я люблю лето. Лето и зима. Зимой потому что день рождения, а летом потому что тепло, хорошо, не учиться не надо. Да и, конечно, чтобы не такая жара была. Да, ну, все, наверное. В России все времена годы любимые. Конечно, лето. Ну, больше настроения. Не знаю. Лето у меня более счастлива. У природы нет плохой погоды. У меня все времена годы любимые. Всякие времена годы, они по-своему прекрасны. Сколько поэтам говорят, какая прекрасная зима у нас, какая весна, осень, болдинская осень, так, лето тоже, так. Даже трудно ответить на этот вопрос, понимаете. Всякое время, оно прекрасно по-своему. Ну, а мы в этом году познакомились еще с одним временем года. Это французская осень. И наши гости сегодняшние, представляющие здесь Альянс Францез и партнеров этого фестиваля, очень рады вас пригласить на те мероприятия, которые совсем скоро пройдут или уже проходят в нашем городе. Юля, наверное, начнем со вкусняшек, да? Куда нас всех пригласит Николя? И так, Николай, пригласите всем, где вы можете пригласить всем? Ну, мы вас ждем в отеле Ибис. Итак, мы вас ждем в отеле Ибис. До 4 декабря. Каждый день. Всего дня. Всего дня. Всего дня. Заманьте. И лучше, конечно, забронировать заранее. И, конечно, вы сможете попробовать. Пробовать такие французские блюда, как говядина по-бургундски или мусс, шоколадный мусс. И также крем-брюле. Заманчиво, заманчиво. Мы вот с Юлей пробовали вкусняшки, которые готовил Николя в минувшую пятницу. Это был как раз-таки терин, мусс шоколадный и... Тартар. Тартар. Очень важное блюдо было. И блинчики. Да. Сюзет. А, крэп-сюзет. Крэп-сюзет, да. Крэп-сюзет. Это будет интересно для всех, кто любит хорошую еду. Для тех, кто уже посетил Францию и хочет опять попробовать эти специфические и интересные блюда. И, конечно, для тех, кто совсем ничего об этом не знает. Но все-таки у меня вопрос. Выяснили ли Николя у людей, посетителей мастер-класса, какой же вкус у Божолей с точки зрения Самарц? И, конечно, вы могли понять, из-за тех, кто участвовал в мастер-классе, какой вкус у Божолей нового? Это очень хороший вопрос. И каждый раз нам задают его. И каждый раз мы говорим одно и то же. Это вино похоже на банан. Банан, банан. Вы это сказали вы-мем, когда вы нашли видеть. И даже вы сами сказали. Да. Вот просто интересно, сошлись ли наши вкусы. Ну, друзья, дерзайте. Если вы любитель, ценитель качественной французской кухни, если вы хотите посмотреть, попробовать, вкусить, как говорится, вот эти все приятности, дерзайте, записывайтесь. Я думаю, что мы с большим удовольствием сделаем все перепосты в нашей группе, в официальной группе программы «Универсальный формат» ВКонтакте. Всех гурманов приглашаем. Но это еще не все. Фестиваль Божолей нового, дни фестиваля, дни Божолей нового проходит до 4 декабря. В это же время еще мероприятия, если кратко. Так, и для других мероприятий. Так, да, есть еще три мероприятия в фестивале «Универсальный формат» ВКонтакте. На 30 ноября есть встреча с автором комиксов «Универсальный формат» ВКонтакте. ВКонтакте, я уверен, что это будут очень интересные встречи с ним, потому что я с ним лично разговаривала. Это человек, который очень страшно увлечен своим делом, и встречи пройдут замечательно. В этом я уверен. 3 декабря, мы ждем всех на спектакле «Демо Материос», который пройдет в 19 часов в ДК «Железнодорожников». Это будет спектакль, который поставлен французским хореографом «Демо Модле Плодек». И по билетам и информациям лучше, конечно, обращаться в Альянс Французская. И это проект, особенно для нас важен, он будет также очень интересен в Самарской республике, потому что это действительно совместный проект Франции и России. И последний этап французским французским хореографом будет открыть, альянс Французский хореографический пройдет. В weet裡, в 17 сентября, мы ждем всех на открытии французской выставки «История Франции в рекламных афишах». Открытия, которая произойдет в 19 часов. 8 декабря в галерее «Новое пространство». Выставка продолжится до 19 декабря. Ох, друзья, ну а если вам так близок, люб и дорог не только родной русский, но и французский язык завораживающий, невероятно певучий и просто мечтаете, то вы знаете, я думаю, куда обращаться. Альянс Францесс Самара вам в этом поможет. Спасибо большое, что были с нами. Вам, друзья, хорошего настроения, хорошего дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»